Вступительная кампания в ВУЗы стартовала. Со 2 мая началась регистрация на централизованное тестирование. Подать заявление на участие в тестировании нужно до первого дня лета. Пункт регистрации в Солигорском горно-химическом колледже будет работать по общему для всех графику. С 9 утра и до 7 вечера в будние дни и по субботам 12 и 26 мая. В выходные подать документы можно будет до 6 вечера. Что касается порядка регистрации, то он не изменился. Чтобы зарегистрироваться, при себе нужно иметь действующий паспорт, удостоверение беженца или справку об утере документа, а также заявление и квитанцию об оплате. Стоимость одного теста – 2,5 рубля. Сдавать можно 4 предмета. Подать документы за абитуриента могут его законные представители. Для этого нужна уважительная причина. Первый день мы зарегистрировали 60 человек абитуриентов. 3 мая до обеда в первой половине дня уже 60 человек. То есть из практики могу сказать, что в среднем в день мы регистрируем 100-120 человек. Самый большой поток в середине мая месяца, где-то с 15 по 20 число, порядка 160-180, иногда до 200 человек. Во избежание очередей, конечно, хотелось бы, чтобы абитуриенты не откладывали регистрацию на последний день. Если уже определились, то можно приходить регистрироваться в любое удобное время. Обращаю особое внимание абитуриентов на то, что его документы, по которым он регистрируется и сдает потом тестирование, должны быть в полном порядке. То есть паспорт должен быть действующим и прохождение тестирования по ксерокопии, даже нотариально заверенной паспорта невозможно, не допускается. Кроме этого, обращаю внимание абитуриентов, которые не успеют зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования. У них не будет возможности пройти тестирование в резервный день. Резервные дни предусмотрены только для тех абитуриентов, которые были зарегистрированы в установленном порядке, но по уважительной причине, подтвержденной документально, не смогли сдать тестирование в основной день. Нахождение паспорта на оформлении визы не является уважительной причиной, по которой абитуриент может сдавать тестирование в резервный день. Поэтому при прохождении тестирования, при регистрации, учитывайте, планируйте свои отпуска, поездки и так далее, чтобы тестирование можно было сдать как положено, чтобы не пропустить очень важный момент, который определяет дальнейшие, по крайней мере, 3-5 лет жизни. Испытания начнутся 12 июня. Первым будет тест по белорусскому языку, а завершится тестирование проверкой знаний по всемирной истории 2 июля.